Если вы женщина, и у вас постоянно болит спина, есть проблемы с головой, вы горбитесь, у вас плохое настроение, в месте нахождения застежки от бюстгальтера находится прямо существенный излом в позвоночнике. Если вот это место не работает, это приводит к тому, что очень существенно увеличивает вероятность рака молочных желез. Несмотря на комичность названия этого видео, есть вполне объективные, серьезные, неизбежные последствия для здоровья женщины, которые несет с собой большая грудь. А мы в этом видео с вами поговорим о большой груди, чем она опасна, что нужно сделать для того, чтобы избежать страшных последствий, которые несет за собой большая грудь. А я Станислав Чернонок, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматики и одноименного ютуб-канала. Надо понимать, что большая грудь начинает оказывать деструктивное воздействие на осанку и на позвоночник женщины прямо с того момента, как у нее появляется несколько килограмм спереди. Условно говоря, если бы я на непрерывной основе носил рюкзачок где-то спереди, как-то вот так вот, то безусловно у меня были бы трудности по грудному отделу позвоночника. Я прямо сейчас чувствую, насколько это разрушительно для моей спины. Представьте себе, что мы непрерывно носим несколько килограмм спереди, и это будет необратимым образом изменять нашу осанку. Давайте посмотрим на модель и посмотрим, что случилось с ее телом. Поворачиваемся в сторону и видим, что грудь, вектор нагрузки идет вниз. Соответственно, это приводит к тому, что нагрузка приходит на средний грудной отдел позвоночника. Для того, чтобы избежать этой нагрузки, тело наклоняется немножко назад, что неизбежным образом формирует избыточный продиб в поясничном отделе позвоночника. Вот мы его наблюдаем, довольно глубокий продиб. Это говорит о том, что лордоз в поясничном отделе позвоночника избыточен. В этом месте у большинства женщин будет излом в позвоночнике вперед, избыточный кифоз, а в поясничном отделе позвоночника будет избыточный лордоз. Это будет приводить к тому, что будет открытый угол по поясничным позвонкам и будет более высокая вероятность возникновения грыж в поясничном отделе позвоночника. Кроме того, избыточные продибы в пояснице и избыточный прогиб в грудном отделе будет приводить к формированию избыточного продиба в шее и в районе седьмого шейного позвонка. Соответственно, с очень большой вероятностью именно в районе седьмого шейного позвонка будет образовываться холка. К сожалению, в рамках нашей культуры принято носить бузгальтеры, штучки с такими узенькими лямочками, которые не просто уменьшают проблему, они, наоборот, ее усугубляют. Давайте разбираться каким образом. Во-первых, лямочки, которые крепятся на плечи, они вроде бы как их главная задача поддерживать массу груди, но они на непрерывной основе оказывают воздействие на трапециевидные мышцы, чем, с одной стороны, пережимают по ним кровообращение, с другой стороны, оказывая непрерывное раздражающее воздействие на места прикрепления, формируют шум в рецепторах, которые через некоторое время перестают нормально работать. Поэтому очень часто именно проблемы с трапециевидными мышцами приводят к формированию холки. Вдобавок к этому, лямки бюстгальтера, которые располагаются по горизонтальной линии, для нашей модели это не столь актуально, но я видел огромное количество случаев, когда у женщин именно здесь, в месте нахождения застежки от бюстгальтера, находится прямо существенный излом в позвоночнике. Это связано с тем, что когда эти лямочки оказывают раздражающее воздействие на средний грудной отдел позвоночника, мышцы, которые должны поддерживать этот отдел в прямом состоянии, начинают ослабевать и перестают нормально работать. В результате чего тело перебрасывает нагрузку на другие структуры, а это место перестает работать. Драматизм ситуации заключается в том, что средний грудной отдел позвоночника это очень важное место в смысле нашего здоровья. Оно такое важное из-за того, что мышцы, которые крепятся в пространстве между лопатками, они идут вверх и прикрепляются к шейному отделу позвоночника. Условно говоря, из этого места мы держим вот это вот место. Если вот это место не работает, это приводит к тому, что голова сдвигается вперед. Это, опять же, усиливает формирование холки, вдовь его горбика. Это приводит к нарушению оттока жидкости от головы. И вдобавок, нестабильность по шейному отделу позвоночника приводит к тому, что у нас неправильно работают рути, у нас неправильно поступает кровь в голову. И, кроме того, нестабильность этого отдела приводит к формированию грыз шейного отдела позвоночника. Все это, еще раз повторяю, связано с тем, что в районе среднегрудного отдела непрерывно оказывается раздражающее и дестабилизирующее воздействие за счет ношения бюстгальтера. Попросту говоря, если вы женщина, и у вас постоянно болит спина, есть проблемы с головой, вы горбитесь, у вас плохое настроение, например, есть напряжение в плечах, то с высокой степенью вероятности вам стоит поменять бюстгальтер. Первая вещь, которую мы должны с вами осознать, что бюстгальтеры, которые с лямочками, вот такими узенькими, они не физиологичны. Гораздо более полезно носить топы, которые имеют широкую эластичную резинку, которая, соответственно, нам распределяет нагрузку по всему нашему телу. Условно говоря, грудь в природе каким-то образом находилась на своем месте. Были структуры, которые могли поддерживать ее массу. И самое лучшее устройство, которое будет помогать нашему организму поддерживать грудь в правильном положении, это устройства, которые копируют человеческое тело, то есть распределяют нагрузку по всей спине и по всем плечам женщины. К слову сказать про диперлордоз. Обратите внимание, из-за того, что масса тела как бы смещена вперед в верхнем отделе, у нас формируется диперлордоз. Это приводит к тому, что вот здесь вот лимфа, которая поднимается сверху, она сталкивается с вот этими вот заломами, этими складочками, которые образуются естественным образом за счет того, что тело опротидывается в верхней части назад. Если мы сейчас подвернем чашку таза назад, обратите внимание, что заломы сразу, без изменения вообще, чего бы то ни было, кроме осанки, заломы и плюшечки заметно уменьшились. Я вас уверяю, что если вы начнете ходить максимально распрямляя поясничный лордоз, максимально выравнивая чашку таза назад, у вас вот эти заломы заметно изменятся. Но что у нас произошло? Вот у нас, обратите внимание, мы с вами опротинули чашку назад и наклонили голову вперед. Надо очередным вот здесь вот потянуться вверх, потянуться за темечка вверх. Вот оно. И вот это примерно одинаково хорошее. Да, таз при этом ушел. Забыли про таз. Забыли про таз. Почему это происходит? К сожалению, мы не можем следить за нашим телом в режиме постоянного внимания, потому что у нас много чего есть важного в жизни. Дети, работа, политическая обстановка. Мы все время думаем про что-то другое и не можем работать с телом. Ровно на этом принципе зачастую основана помощь массажистов. Дело в том, что если мы с вами начнем стимулировать функционирование мышц-раздебателей по грудному отделу, если мы начнем стимулировать функционирование прямой мышцы живота через работу с местами их прикрепления этих мышц, то через некоторое время нервная система на уровне рефлексов запомнит, что вот здесь вот надо иметь достаточное количество тонуса. И по передней поверхности корпуса тоже надо иметь достаточное количество тонуса, и это положение станет естественным и привычным. Наша цель не вылечить человеческое тело, наша цель обучить его жить правильно, иметь тонус в правильных местах без участия сознания. Именно этим и занимаются массажисты. По крайней мере, подобный принцип лежит в основе философии нашей школы. Мы честно признаемся себе, что не в наших силах как-то существенно повлиять на здоровье человека, если человек не изменится изнутри. Мы не лечим человека, мы обучаем его организм жить таким образом, чтобы организм чувствовал себя хорошо. Если мы говорим про проблемы большой груди, то мы должны понимать, что эта нагрузка, она физиологически обусловлена. Она никуда не денется. Эта нагрузка сравнительно недавно появилась в жизни женщин, потому что каких-то миллион, полмиллиона лет тому назад не было такой большой груди у женщин, и, соответственно, организм еще не успел адаптироваться к этой нагрузке на регулярной основе. Следовательно, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, необходимо не просто выполнить какое-то разовое действие, необходимо выполнять постоянные действия на уровне культуры жизни. Условно говоря, хотелось бы один раз почистить зубы и навсегда забыть о чистке зубов. Но, увы, приходится чистить зубы два раза в день, а желательно после каждой пищи. Аналогичным образом, если у вас есть большая грудь, недостаточно просто носить бюстгальтер, который будет распределять нагрузку по всему телу. Категорически необходимо работать со структурами, которые справляются с этой не совсем правильной и не совсем естественной для человеческого организма нагрузкой. Если вы хотите научиться помогать вашим близким или вашим клиентам на регулярной основе справляться с той не совсем естественной и не совсем стандартной нагрузкой, которая связана с большой грудью, я призываю вас переходить по ссылочке в описании. Там вы сможете зарегистрироваться на наш бесплатный вебинар, который посвящен тому, каким образом мы можем, понимая функционирование человеческого организма, помогать себе, помогать близким и помогать нашим клиентам. Ну и совершенно очевидно, что когда у нас тело смещается назад для того, чтобы центр тяжести приходился на таз, когда корпус смещается назад, у нас неизбежным образом будет увеличиваться размер живота. Это особенно актуально для женщин, потому что у женщин позвоночник устроен таким образом, чтобы обеспечивать больше прогиб в поясничном отделе позвоночника во время беременности. Дело в том, что женщина носит довольно большого тяжелого ребенка, ребенок не помещается внутри брюшной полости, поэтому организм ослабляет брюшную стенку и обеспечивает больше прогиб в пояснице, чтобы ребенок поместился. Это связано с другой формой позвонков, и поэтому женщинам особенно важно следить за здоровьем поясницы, потому что она у них находится в более рискованном состоянии. И вот мы наблюдаем совершенно очевидные проблемы по избыточному прогибу в пояснице, и мы наблюдаем вывалившийся живот. Еще раз повторю, что это в существенной степени связано с размером груди. К чему приводят эти неприятные эффекты по пояснице и животу? Во-первых, будут защемлены нервы, которые управляют ногами и придатками. Во-вторых, будет затруднен отток жидкости крови и лимфы из нижних конечностей. Наконец, это будет приводить к тому, что человеку будет гораздо менее комфортно ходить и двигаться, а следовательно, человек не будет нагружать правильным образом свои системы движения и, как следствие, будет набирать вес быстрее, как следствие, будет иметь худшее настроение, и это неизбежно скажется на продолжительности и качестве жизни. Ну и в завершении скажу вам, что помимо того, что у нас грудь и бюстгальтер меняют диаметрию человеческого тела, вдобавок к этому лямки, которые пережимают нам спереди и лямки, которые пережимают нас с боков, затрудняют отток жидкости из груди, что с высокой степенью вероятности приводит к проблемам по лимфатическим узлам, подмышечным, которые находятся вот здесь. Особенно скверная история – это косточка по нижней части бюстгальтера или вообще жесткие чашечки для бюстгальтера. Это крайне негативно влияет на циркуляцию лимфы по молочной железе и таким образом очень существенно увеличивает вероятность рака молочных желез. Суммируя, выбирайте бюстгальтер правильно, следите за своей осанкой и подписывайтесь на наш канал. Канал «Школы векторного массажа и саматити», где мы вместе с вами говорим о том, как работает наше тело, каким образом мы можем ему помочь, исследуем простые и незамысловатые лайфхаки того, как работает наше тело, и общаемся и коммуницируемся в нашем обширном сообществе, где все мы делимся нашим опытом, нашими секретами, секретами наших ошибок и достижений, и получаем целостное представление о том, как работает человеческое тело. С вами, как всегда, был Станислав Черноног, автор и создатель «Школы векторного массажа и саматики». До новых встреч, друзья! До свидания!